Кнопочные герои. Кто они на самом деле? Что ими движет, когда они по ту сторону экрана высказывают нам свой негатив? С вами сегодня я, психолог Алина Исуова, и вместе с моими коллегами за нашим круглым столом обсудим эту тему в эфире программы «Острый вопрос». Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Острый вопрос». Сегодня мы вновь собрались с моими коллегами за нашим круглым столом Азамат Идиев, психолог, и Зульфия Байрамковова, также психолог. Сегодня наша тема очень такая современная, я бы так сказала. Кому слово не давали, но они берут? Откуда берутся диванные критики? Наверняка каждый из людей, которые ведут блоги в Инстаграме, спотыкался, скажем так, под хейтеров, скажем так. Вот такое модное, новомодное слово, если с перевода с английского языка ненавистники, кто выявляет свою ненависть к тем или иным объектам. И часто, наверняка, многие сталкиваются с тем негативом, который происходит в социальных сетях. Сегодня хотелось бы с вами, коллеги, поговорить на эту тему. Как часто вы сталкиваетесь с такими проблемами? Возможно, у вас где-то у кого-то лично это проскальзывало. Возможно, к вам обращались в такой проблемой, что кого-то это могло задевать. Дульфия, я хотела бы к вам сначала обратиться. Честно говоря, в своем блоге, на Инстаграм-странице я с этим не сталкивалась. Было как бы 2-3 сообщения, но чего-то такого прямо оскорбительного не было. И я как-то в это не ввязывалась и не реагировала на это. Но я наслышанность о том, как это бывает у других, даже у моих знакомых. И в принципе, когда к такой более медийной, более известной личности, когда заходишь, если даже какой-то интересный пост в комментариях, очень много разных точек зрения, которые некоторые переходят весьма на личности при любом удобном поводе. Конечно, сейчас это все на виду, и сейчас с этим невозможно на это не обращать внимания. Но личного опыта, к счастью, у меня не было. Либо это вот то, что я как бы не реагирую, да, как бы не продолжаю какие-то... Вступать в полемнику, да. Да, как-то я не реагирую. Ну, как бы человек, если думает, ну, как бы я оставляю за ним это право и не продолжаю. Но я думаю, что людям, которые пишут весьма злостные комментарии, им этого недостаточно. Им как раз-таки хочется реакции, им не просто нужно высказаться, им нужно именно задеть, обидеть, им нужно вот вызвать на какие-то определенные эмоции. Ну, наверняка еще есть такая, да, вот буква в этом алфавите, что, возможно, даже когда вступает кто-то, блогер или та же самая медийная личность в эту полемнику, соответственно, там разгорается определенная страсть. И, соответственно, это все привлекается внимание, да, пиар-код. Это выгодно всем, это выгодно всем сейчас, да, и многие на этом действительно на вот таких и страданиях, и обидах, и вот таких, на такой борьбе сейчас строят такую популярность в Инстаграме и в других социальных сетях. Да, спасибо большое. Вот, Азамат, хотелось бы твое мнение по этому поводу послушать. Ну, с счастью, я не сталкивался с таким, то есть, с критиками ни в Инстаграме, ни где еще, как бы. И, знаете, это, по-моему мнению, это больше похоже на, как выразилась коллега, на такое, пишут комментарии, чтобы вызвать определенную реакцию. Это как вот энергетический вампиризм, только вот на расстоянии, то, что они упиваются этим, наверное, тем, что вызывают у человека такие чувства, гнев, там, этот, они пишут комментарии, находясь в удаленном где-то расстоянии, чтобы избежать наказания, можно сказать, а не пользуясь этим, пишут такое. А можно ли считать, вот, данное поведение, скажем, тех же самых кнопочных героев, да, будем, как бы, называть таким новомодным словом, что, возможно, таким образом люди привлекают к своей персоне внимание для того, чтобы обратили на них внимание, и тем самым, как бы, возможно, как-то поднимали их самооценку, что на них медийная личность обратила внимание. Ну, каким способом они это делали, как вы считаете, есть место быть? Я думаю, это одна из причин, по которой это происходит, другая, вот, помимо того, что они ждут реакции, я думаю, еще одна, это то, что, как они избавляются от тех чувств, которые испытывают внутри, то есть от злости, от зависти, от многих вот таких неприятных чувств, и вот это все же такое обесценивание обычно идет, а вот через это обесценивание они избавляются от тех чувств, которые им тяжело переживать. Неприятные, да, негативные какие-то эмоции. И когда пытаются доказать то, что их точка зрения правдива, они пытаются все-таки утвердиться в том, что это не они плохие, что это мир плохой, что это вот человек там неудачник, да, это вот этот блогер, многомиллионник или вообще там кто-нибудь, а не то, что они, то есть они свою вот эту внутреннюю часть, которую они, скорее всего, ненавидят, не хотят принимать, признаваться, не работать над ней, да, они ее как бы проецируют на другого и сражаются с чем-то снаружи, не с чем-то внутри, а с чем-то снаружи. К нам поступило несколько писем по данному поводу. Я блогер, уже набрала 3000 подписчиков, в основном выкладываю свою жизнь, учеба, секции, прогулки с подругами, иногда просто всякую ерунду. В последнее время стала получать очень неприятную обратную связь, пишут и ровесники, и люди постарше, они подписаны на меня, но критикуют все, чтобы я не выкладывала внешность, речь, обзывают бездельницей и другими словами. Вопрос, зачем люди подписываются на меня и смотрят мои посты, если я их так сильно бешу? И какая у них необходимость ставить меня в известность их негативных чувств ко мне? Что вы считаете по этому поводу, коллеги? Я думаю, что это вот именно то, о чем я только что сказала. Они нуждаются в объекте, который они будут ненавидеть. То есть им постоянно нужен человек, который будет плохим, который будет не так говорить, не так ходить, не так что-то делать. И они за счет этого будут всегда спокойно свою злость проявлять и сами от этого как будто бы очищаться. То есть не замечают, не думая о том, что вот этот объект, который им так не нравится, это что-то внутри них, что это их часть, которую они так не хотят видеть, с чем они вообще никак не хотят сталкиваться. Они готовы это увидеть в других и с этим сражаться, но не в себе. Но не в себе ни в коем случае. Да, вот как бы здесь еще указано, тут нету ни позиции там, да, что вот по возрастным истерям делить. Да, пишут и ровесники, пишут и взрослые. Это говорит о том, что в принципе эти люди не совсем еще до конца дозрелы, да, получается. Вот, и почему такие люди всегда подписаны и всегда наблюдают, то вот эта вот необходимость в плохом объекте, она присутствует в равной степени как необходимость в хорошем, да, вот в любимом объекте. Вот как мы тянемся к тем, кого мы любим, так же у некоторых это немного так перевернуто, и они тянутся к тем, кого они ненавидят. Такая потребность. Да, это вот такая потребность о том, что вот всегда нужна вот эта связь, ну, не у всех же связь такая хорошая, да, вот скажем так. Для некоторых связь это вот эта ненависть. И тогда им эта связь, подписки, постоянные вот эти переписки, комментарии злостные, для них это и есть вот эта связь, через которую они что-то реализуют. То есть потребность в плохом объекте, где можно ненавидеть. Где-то высказать, да, вот какие-то свои глубины. Скорее здесь то, что, вот как сказала коллега, это нас цепляет та часть, которая, то, что уже было в нас, и я думаю, что им нужно опять же тот же объект, нужно что-то, чтобы они им изливать свою злость, свое негодование из собственной жизни, какие-то эмоции непережитые. Вот и они находят такой объект, который вот именно по такому выбору, что больше привлекает, это вот они находят. Если спросить у них даже, зачем они выбрали именно этот объект, я думаю, что они найдут такого объекта. То есть они не просто так тыкают, ну как бы и находят. Они находят тех, на которых они бессознательно реагируют. То есть они бессознательно выбирают то, что будет отражать их внутреннюю часть. Внутреннюю некоторую часть. То есть, да, либо внутреннюю часть, либо вот зависть к тому, что молодая девушка может, там, решила как-то вот с помощью блога как-то себя развивать, продвигать, да, что она может не стесняться что-то показывать, или что-то у нее может получаться и так далее. Или что, наоборот, она может спокойно показать свои неудачи. То есть то, что она может показать себя вот такую неидеальную. Их тоже это может очень, ну как бы, скажем так, злить, да. А за этим будем уметь, что это может вызывать некую зависть и еще много разных чувств. Действительно, на самом деле, вот хотелось бы, наверное, больше обратиться к тому, что вот чаще всего вот человек, внутри чем наполнен, то он, в принципе, и выливает на окружающих. Вот если человек благодарный, да, он, соответственно, и благодарит окружающих по частоте случаев. Если человек наполнен какими-то негативными эмоциями, которые были не против, соответственно, он и будет и с коллегами, и с родными, и с близкими, и находить еще объекты, на которых он будет выливать, согласно с этим. Да, безусловно. Вот эта тенденция именно в соцсетях сейчас вот выливать это, это такой сейчас безопасный способ, где можно потом практически не испытывать ни вины, ни нести за это никакую ответственность. Абсолютно. Это на самом деле сейчас как бы у нас, да. Но это такой сейчас безопасный способ от всего избавляться. Даже, возможно, да, я даже себе представила такую картину, вот человек написал это грубое высказывание, комментарий, да, уже все прочли в какой-то момент, он прочел, он говорит, сейчас так, может быть, какая-то проблема возникнет, а удалю-ка я это сообщение. Вроде бы он вылил, он это все высказал, таким образом. Такое всемогущество появляется вот сейчас с помощью этих социальных сетей, на самом деле, да, и это касается не только критиков, а вообще всего. То есть появляется вот эта мнимая идея о том, что человек может все, захотел он написал гадость, захотел он ее отменил. Да. То есть он захотел, как бы нашел человека с другого конца земли или там с соседнего города, ему что-то сказал, как будто бы он его, он дает себе право, да, там, его оценивать, за него что-то решать и так далее. То есть соцсети на самом деле сейчас создают какую-то иллюзию, очень много иллюзий. И не все могут с этим справляться, с этими иллюзиями, понимая, что это иллюзия, что это все-таки помимо того, что это соцсети, это реальность каждого человека. А они эту реальность отменяют. Еще вот хотелось бы заметить, очень часто практикуют, да, создают определенные левые аккаунты, и ты не знаешь, кто там сидит, да, этот человек... Даже отмена вот этой реальности, как будто бы это происходит не с ним, а это как будто бы пустая анкета. То есть это уже такая, знаете, психическая деятельность, где человек разделяет свою реальную жизнь на то, что он делает в социальных сетях. То есть, да, он, это, ну, как бы, естественно, на улице никто не подходит и не говорит, знаете, вы ходите не так, или там, вы говорите не так, а вот мне это не нравится вас, или вы там работаете не на своем месте. То есть на улице это никто не говорит. А они отделяют свою реальную жизнь от того, что они делают. И это такое, знаете, очень глобальное расщепление. Кошмарное, я бы даже так сказала. К сожалению, да, это все не так просто, не так на поверхности, как просто обиды другого человека. То есть это же говорит по большей степени о психическом состоянии человека, который создает левые аккаунты, пустые аккаунты, который следит, да, их может быть очень много. Он может следить за своими, ну, скажем так, избранниками, да, там, блогерами, личностями. Он за ними следит, он этому посвящает очень много времени, но при этом у него в голове это расщеплено, его реальная жизнь, где он коммуницирует со своими друзьями, со своей семьей, где он строит какую-то карьеру, занимается какой-то деятельностью. Есть вот эта темная сторона. И вот эта часть, да, которая вот, она не объединена. Это уже такое расщепление, что приводит, ну, я бы сказала, к очень плачевному такому... Состоянию психики. Состоянию психики, да. И это сейчас очень распространяется, и это очень грустно. На самом деле название темы очень веселое и смешное, но это очень большая проблема. Если глубже смотреть, то да, это может дойти до определенных психических расстройств. Да, к психологии, это уже и психиатрия, это уже патология может быть. Да, на самом деле, вот когда мы глубже разбираем эту тему, мы, копая, находим какие-то проблемы, которые могут возникать. Надеюсь, вот наши суждения, да, как бы наши рассуждения, они помогут нашим телезрителям обратить внимание, если есть такие, кто занимаются таким видом выплеска своих эмоций, для того, чтобы они обратили на это внимание. Хотелось бы от тебя немножко послушать. Был такой клиент у меня, который занимался не выплеском эмоций, а следил за своей избранницей с левых аккаунтов, со своего аккаунта. Да, но он не досаждал ей ничего, не приносил вреда, но пусть уследил. И он ушел головой в это дело полностью. У меня ушло немало времени и сил, чтобы показать ему, что он в виртуальном мире, что вот это расщепление произошло. Он не видел тех очевидных вещей, которые нам, да, там сами, мне лично были видны, то, что он убивает много времени. Да, да, прежде всего, не на реальную жизнь. Да, на нереальную жизнь, и он постоянно жалуется на то, что у него не хватает времени на какое-то саморазвитие, что он хочет учиться, да, по-моему, работать. У него нет времени ни на что, ни на спорт, ни на учебу, ни на встречу с друзьями. Откладывать это все. Да, потому что у него все время в интернете, он тратит огромное время на поиск, слежку за этим человеком, что он делает, как он делает. А какие глубинные чувства там, ревность какая-то была, или что с этим человеком происходило на тот момент, что им двигало? Я думаю, что там ревность, да? Как мы, как я потом выяснил, ну, в беседе мы с ним выяснили, это был сильнейший перенос на образ матери, то есть он видел образ матери в этой девушке, там было очень глубоко все и запутано, поэтому мы справились. Таким образом, да, поэтому я думаю, насколько было невыносимо ему вмещать в себя одного, да, вот такие разные чувства, что ему потребовалось, ну, так сильно их расщепить. Да, было сложно еще с тем, что он, там же идет недостаток информации, то есть слежка за страницей, то есть она не дает полной картины. Полной картины мира, да. И поэтому он перешел, ну, дошел до такого уровня, что он фантазировал, то есть он недостаток информации, он дополнял. Уже достраивал, да? Да, он достраивал картину, он придумывал целый сюжет, сценарий. Ну, что происходит, что может произойти с клиентами, да. Ну, я думаю, что это происходит практически с каждым, с каждым, кто ищет вот эти комментарии. Действительно, ну, не просто вот, а когда это становится таким вот, действительно чем-то важным в жизни. То есть это не когда ты зашел, наткнулся на какой-то пост и высказал свое мнение, даже если оно может быть негативным, а когда это превращается в какой-то... В какой-то постоянную деятельность, когда без этого невозможно, когда это становится... Некой зависимостью, да, возможно. Да, зависимостью. Это на самом деле очень важное слово. Вот это вот сейчас зависимость от соцсети, это все создание вот этого чего-то, себя другого. Себя вот того, который как будто бы вот так хорошо высказывает свои мысли, который вот такой правильный. они же в основном такие очень, ну, скажем так, моралисты, очень жесткие. Да, да, да. Они не дают другому вообще возможности быть каким-либо. То есть для них важно всех поместить в очень жесткие рамки. И они себя создают, когда это пишут, создают себя вот таким идеальным, как будто бы. и на самом деле это в первую очередь это сложно для этой самой, для личности, которая это делает. Прежде всего, которая это критикующая личность. Да, которая это делает. Но огромный минус того, что они на самом деле этого не понимают. Не осознают. То есть ни один... Удивительно, что этот человек к вам пришел, я думаю, может, он пришел, скорее всего, не с этим запросом. Потому что они не приходят с тем, что, ну, знаете... В процессе, да, выявлялось? Да, в процессе. Да, потому что они не приходят с тем, что, ну, знаете, вот у меня, они не понимают, что это проблема, они не понимают, что это что-то значит. Для них это про справедливость. Для них на самом деле это про справедливость. Для них это они вершат какое-то благое действие. Суд, может быть, да. Да, для них на самом деле в этом нет ничего патологичного, ничего страшного. Для них это про правду, про справедливость, про хорошее дело, что они вот сейчас как будто бы помогают нынешнему обществу через это. Поэтому такие, я же говорю, удивительные, что появляются в работе. Моему клиенту это тоже очень нравилось, и он искренне не понимал мое негодование по этому поводу, то, что я хотел ему показать, что это неправильно. Он это искренне не понимал, и отрицал очень долгое время, да, он это отрицал. Ну, им очень тяжело увидеть это с другой точки зрения, ведь тогда разрушится весь тот мир, который они выстроили. Который они строили, да. Вот этот идеальный мир, где они молодцы, а все вокруг плохие, и они пытаются как будто бы этот мир... Да, молодец, и весь мир плохой. ...спасти, да, они же пытаются его сделать лучше. Да. И поэтому им очень тяжело увидеть, что это они свою собственную часть пытаются разрушить каким-то образом. Да, поэтому достаточно сложно. Коллеги, огромное спасибо вам за рекомендации, за письмо, которое мы разобрали, и, думаю, нашему автору будет полезно применять все те рекомендации, которые прозвучали в эфире программы. Ну, хотелось бы, наверное, какое-то резюмирующее от каждого. Ну, я так подумала, что, наверное, девушке тому никаких рекомендаций не дали, не забрали ее хейтерам. Я считаю, что вообще, в принципе, не стоит реагировать. Не стоит реагировать, не стоит ввязываться. В полемику, да. Да, как бы я так предполагаю, что вот девушка тоже реагирует на что-то определенное. То есть был какой-то вот не эксперимент, но во время какого-то психологического семинара ведущий подошел и сказал, девушка там, вы глупая. Она обиделась. Потом он через некоторое время говорит, а если я вам скажу, что у вас зеленые волосы, как вы отреагируете? Она просто рассмеялась. То есть человек цепляется за то, что у него внутри тоже есть. То есть девушку, возможно, задевает то, о чем она и сама может думать. Может быть, где-то неукреплена. Да, где-то она в чем-то сомневается. Я думаю, что если ей будут писать то, что ей никак не откликнется, что она думает иначе, что она реагировать не будет. Поэтому подумать над своим каким-то мнением о себе. Да, самооценочкой. Самооценки, да, уверенности. Об этом подумать, немножечко поработать. А как бы сражаться с ними, ну просто нет смысла доказывать. Сегодня один, завтра другой может быть. Те, которые сражаются с хейтерами, они тоже сражаются с собой, со своей частью, которая жестока к самой себе. То есть у них тоже внутренний критик есть. Конечно, у каждого у нас есть. Который говорит, ну вот, а может ты делаешь неправильно. И это вот, знаете, такое разыгрывание идёт. Каждый берёт свои роли, и поэтому ей стоит над этим подумать. Спасибо большое, Зульфия. Я думаю, очень полезны будут рекомендации именно автору этого письма о том, чтобы девушка всё-таки пыталась укреплять себя, именно свою самооценочку. Потому что, действительно, это наше всё, для того, чтобы не реагировать ни на что. Азаман, хотелось бы от тебя послушать. В дополнение к словам коллеги, я скажу, что да, не стоит им бросать кость, а брать их слова как точку развития. То есть смотреть, спрашивать себя, почему я именно так реагирую, почему эти слова меня цепляют. Если цепляют какой-то определённый момент, думать и развиваться в том направлении. Опять же, если человек не уверен в том, как он ходит, в достаточности, ну, хорошести, можно сказать, того, как он ходит, то замечание хейтеров в сообщениях, это, конечно, будет его задевать. То есть взять это как за основу и работать над этим, работать над собой. Да, действительно, сегодня один хейтер, завтра другой, послезавтра третий, их будет много. Если на всех их реагировать, то... Да, их много, человек один, поэтому на всех не ответишь. Да, действительно, поэтому лучше действительно обратить внимание именно на себя здесь и укреплять свою внутреннюю часть. Спасибо большое за рекомендации. У нас ещё есть несколько писем, которые требуют нашего детального осмотра. Моя подруга довольно сложный человек. Ей сложно угодить, часто недовольна собой и окружением. Всё не так, всё не то. Я устала выслушивать её критику. Считает, что знает, как лучше будет всем. Поэтому спокойно может ставить свои пять копеек. Иногда это просто невыносимо. Как быть? Можно ли как-то помочь ей исправить данную черту характера? Вот хотелось бы, ну так, обратить внимание на то, что человек сам не приходит и не говорит, у меня есть такая проблема, которая... Вот я задолбала свою подругу. Начнём с этого. Тут, получается, к автору. Невозможно помочь человеку, если сам человек не видит в этом проблемы. Как вы считаете? Ну да, тут автор бы лучше задал вопрос, как мне себе помочь реагировать. Да, близкий человек, подруга опрещняет боль. На предыдущей как раз передаче мы с вами говорили о том, что некоторые люди держат других не как любовные объекты, а как объекты, которыми можно управлять, контролировать их жизнь. Как бы, знаете, всё делать для того, чтобы они соответствовали какому-то замыслу, какому-то плану. И, возможно, это похожая ситуация, но до конца мы это утверждать не можем, потому что, если девушка очень долго с ней общается, то есть, возможно, и ей зачем-то это нужно. То есть, я всегда стараюсь обращаться к тому, кто написал письмо. Приходит, приходит. Да, то есть, мы же не решаем, на самом деле, проблему другого. Мы решаем проблему, вот, обратившегося человека. О том, как ты реагируешь, да, на тот или иной момент. Если это так больно, зачем в этом постоянно быть? То есть, границы там как-то не выстраиваются, ничего не происходит, значит, систематически зачем-то этому человеку это нужно. И, возможно, это то, о чём мы говорили чуть ранее, когда внутренний критик, он вынесен наружу. То есть, она спроецировала, возможно, в свою подругу, вот этого внутреннего критика, который ходит и вечно недовольный, а она остаётся тогда, ну, скажем так, белой и пушистой, которая может страдать от него. И тогда это не она, которая злится. То есть, прошлая передача у нас была про гнев, и мы там не говорили о том, что некоторые вот его сильно испытывают, а некоторые, наоборот, не готовы вообще чувствовать ни злость, ни ярость. И они всё делают так, что вокруг все другие злые, гневные, которые постоянно срываются и что-то делают. Это ещё одна, как бы, такая ситуация, которая, ну, имеет место. И поэтому стоит рассмотреть о том, что человек делает в этих отношениях, что он туда вкладывает. Почему, да? На самом ли деле, это подруга, как бы, такая агрессивная, или же сама автор провоцирует её? Таким образом. И вообще, почему она так реагирует на все эти вещи? Да, эти манипуляции, провокации, они могут быть настолько тонкими, настолько искусными, что, ну, как бы, окружающему они могут быть непонятны, а тут, в первую очередь, автор их тоже не замечает. И поэтому я бы предложила исследовать, да, как бы, вот эту дружбу о том, на самом деле, какая у нас всегда ли она там была, да, как бы, подумать над тем, какие у автора отношения ещё и с другими людьми. То есть тут надо смотреть всё в целом. Всё в целом сферы жизни. То есть как с другими подругами, как с родными, близкими, как с работой. И ещё бы, как бы, бывают моменты, когда выбирается именно один объект, вот как было, наверное, у вашего клиента, о котором вы говорили, который вот становится каким-то образом родительской фигуры или какой-то своей важной части. Которая воспринимается как родное что-то. Да, с другими более-менее нормально, а вот с одним вот именно вот так жёстко. И обратите внимание, у подруги так тоже со всеми или же только вот с ней, с этим автором. Как бы тут очень много грани, которые стоит просмотреть, да, действительно. Я думаю, что любой вопрос нужно рассматривать именно вот так. Со всех сторон, да. Со всех сторон, потому что, допустим, беря точку зрения, что мы говорим о том, что подруга плохая, просто перестанется там с ней общаться, мы исключаем очень много вариантов и мы не решаем никакую проблему. Конечно, это в любом случае ответственность каждого человека за свою жизнь. Очень однобокий взгляд, он не помощник в долгосрочной перспективе. Он в краткосрочной, конечно, он даёт какое-то облегчение. Небольшое. Да, а вот в долгосрочном ничего не меняется. Абсолютно. Да, действительно, нужно смотреть со всех сторон для того, чтобы понимать. Да, хотелось бы, Азамат, ещё послушать тебя по данному письму, какой у тебя поедине. Я думаю, пока человек не видит у себя проблему, это проблема не его, а проблема окружающих. И я бы посоветовал автору подумать над тем, какую она играет в этом роль. Всегда бы подруга критиковала её, критика обоснованная или нет. Сколько правды в этой критике. Опять же, если подруга была всё время вот такой критикующей, то они бы подружились. И не думаю, что это вот продолжалось много лет, она ступила вот в определённый период. И смотреть в этот период, что случилось в её жизни, что случилось в жизни подруги. Действительно ли, как сказала наша коллега, это может быть проекция, опять же, то есть появление внутреннего критика, она его нашла в себе, она увидела его в себе, можно сказать. И чтобы не держать и не переживать это всё в себе, она спрецирована подругу. Надо смотреть глубже, задавать вопросы, если подруга действительно... А если тех причин, которые мы здесь озвучили, нет, и подруга действительно стала вот такой, как любят говорить сейчас, токсичной, то лучше дистанцироваться от неё. Ну да, опять же, мне кажется, здесь более глубокий должен быть взгляд, потому что здесь вот сказано о том, что ей сложно угодить часто недовольна собой. Вот она говорит, констатирует факт, что подруга недовольна собой, она, видимо, замечает, да, что где-то она себя критикует в какой-то определённый момент, и окружением, соответственно, себя и других. Таким образом она вымещает какие-то чувства. Ей сложно угодить ещё. Ей сложно угодить. Тем самым, возможно, действительно... Зачем её угождать? Ей сложно угодить. Возможно, смотри, получается, от автора идёт, может быть, действительно человек настолько близок ей, что она хочет как-то каким-то теплом, добром, чем-то очень любовью как-то огреть. По крайней мере, моё видение такое. Вы как считаете? Вот всё-таки вот если зацепиться за какие-то слова, тут можно вывести какие-то, примерно какой-то образ подруги. Опять же, это одностороннее движение, всё-таки желательно, да, просматривать со всех сторон. Я устала выслушивать её критику, считает, что знает, как лучше будет во всём. И всё-таки действительно хочу согласиться с вашей точкой зрения, обоих у вас как-то вот, да, в едином получилось, что действительно она отражает какие-то внутренние... То, что у человека, как вы сказали, Зульфия, критик, который был внутри, она перенесла это снаружи, и, соответственно, вот её подруга, которая то и делала... Да, в предыдущем письме как бы одна может критика снаружи, а другая, ну, как бы, снаружи вывести, а другая может вывести вот эту часть, с которой она недовольна. И они могут прекрасно, очень долго так существовать. Но, видимо, автор уже стал, ну, очень больно. Непосимо, да. Ну, да. Но при этом она, ну, как бы, всё-таки пытается подругу изменить. Да, подругу. Не себя, не посмотреть на это, а всё-таки она хочет что-то сделать с подругой. И это очень важный звоночек такой, ну, а почему именно с подругой? Как бы, я думаю, каждый психолог, когда к нему приходит, он смотрит на то, а человек приходит с тем, что у него проблемы, или у кого-то у другого проблемы. И это очень важный показатель того, как человек, ну, понимает, да, свою жизнь, своё влияние на собственную жизнь. То есть, как бы, тут кажется, что что-то должно вовне меняться. Не с ней, не у неё. Ну, да, здесь как бы идёт так. Я готова изменить мир, но не готова что-то менять с собой. Делать что-то с собой, менять своё отношение к тому или иному моменту. Готова уже, я не готова это всё терпеть. И в то же время, действительно, человек для неё важен, раз она говорит о том, что я готова исправить её. Какая-то часть идёт, которая говорит о том, что подруга действительно ценна для неё. Ну, хотелось бы по данному письму какие-то рекомендации от вас послушать. Ну, всё же, как и подытожу то, что сказала, это разобраться на самом деле, что это за отношения с подругой. В первую очередь, с точки зрения автора, какое она имеет там влияние, что она туда вносит, подумать о её чувствах, о том, что именно автор разыгрывает в этой дружбе. Каким образом? Спасибо большое за рекомендацию. Возможно, действительно, автору поможет рекомендация, которую дали вы, Зульфия. Азамат, хотелось бы от тебя кое-что услышать. Я бы тоже порекомендовал разобраться в своих чувствах, что она чувствует, что она испытывает в тот момент, когда подруга критикует её, что в этот момент происходит между ними. И попытаться поговорить с подругой, рассказать её, сначала узнать о своих чувствах, естественно, потом рассказать подруге, вот, когда ты критикуешь её, чувствую такое, мне больно, мне обидно, может, мне это задевает. Опять же, о чувствах. Да, опять же, поговорить о чувствах. Поговорить о чувствах. Потому что, действительно, это один из таких вариантов, когда, действительно, кто-то может тебя услышать. Потому что все мы испытываем определённые чувства, и когда мы о них говорим осознанно, да, и человек в сознании, находясь, он, действительно, будет что-то проживать, вспоминать и проживать эти же самые эмоции и говорить, да, возможно, я была не права в какой-то момент. И вот твоя рекомендация говорить о своих чувствах, говорить, общаться для того, чтобы, возможно, наладить какой-то контакт. Подскажите, пожалуйста, как перестать себя критиковать и обесценивать собственные усилия? Что бы я ни делала, даже если буду лучшей по результатам на работе или достигну цели, сразу включается критика внутри и начинает бурчать, что я могла бы сделать лучше и вообще надо было бы сделать по-другому, по-другому поступить. А если не получаем нужного результата, так это вообще самоедство, как решить данную проблему. Тут, мне кажется, есть какая-то часть авторитетного взрослого, который когда-то грыз ребенка таким образом. Вы как считаете, Зульфия? Вот это тот случай, когда критик остался внутри и никуда не девается. когда он внутри очень жесток и очень требователен. В психоаналитическом направлении это называется такое суперэго. Оно на самом деле у многих очень жестокое и стоило бы поработать, потому что бы его смягчить, чтобы вот эти своды требований, они были бы более гибкими с учетом какой-то реальности, с учетом возможностей и с учетом любви к себе. Как будто бы там есть только требования к тому, какой она должна быть. И больше ничего. Такое, знаете, как где-то в казарме, где есть вариант только быть таким лучшим солдатом. Такое вот, да, очень жесткое. Жесткое, действительно. У людей нет возможности, даже если ты... Расслабление какого-то, да. Даже если ты там победил, да, вот где-то лучше по результатам, все равно недостаточно. То есть это постоянная неудовлетворенность. Что бы ты ни сделал, ты хорошим не будешь. А каким образом это все возникает у человека? Это может быть, опять же, корнями в детстве это все упирается. Это может быть какой-то авторитетный взрослый, который критиковал на протяжении. Помимо взрослого есть еще сам ребенок. То есть ребенок не рождается чистым листом. Он уже рождается с каким-то своим темпераментом. То есть у него уже заложены и все чувства, и эмоции. И через вот это родительство, через общение со взрослыми, допустим, плохое либо смягчается и усиливается хорошее, либо наоборот там усиливается плохое, а хорошее как-то уменьшается. То есть родитель не то, чтобы он все сделал. Он влияет на ребенка, но у ребенка очень много своего. То есть ребенок изначально мог быть рожден вот с такими очень, с таким очень жестким суперэго, которое начинает формироваться буквально там в 3-4 месяца, в первый год жизни. И если родитель это не смог смягчить или наоборот усугубил, да, через какие-то тоже требования, то результат может быть вот таким, ну не очень комфортным для жизни, когда любое твое достижение, оно будет... Обесценивается полностью. Да, оно будет обесценно, оно будет неудовлетворяющим, оно всегда недостаточное. И поэтому тут это нужно смотреть уже в личной истории, то есть на самом деле, как бы влияние извне или это свое внутреннее такое же состояние. Но в любом случае, когда человек взрослый, в основном приходит уже, я работаю со взрослыми, с подростками, мы же с родителями не работаем, мы родителей не меняем, мы не меняем родителей задним числом, мы работаем с тем, что сейчас на данный момент, вот все, что есть, это уже внутри этого человека, это уже он, и мы работаем именно с ним. То есть мы работаем с тем, чтобы сейчас бы это было бы лучше смягчить. Вот такое отношение, такое жестокое требовательное отношение к себе, когда невозможно быть какой-либо, вот даже первое там, ты вроде становишься первым, лучшим по результатам, и все равно... И все равно ты себя критикуешь каким-то облим. что есть были варианты, как будто бы лучше. Знаете, такое очень нарциссичное стремление к невозможному идеалу, просто к невозможному. Проблема в том, что этого идеала никогда не будет. Дело в том, что вот человек проживает это вот изо дня в день, постоянно в таком, постоянном напряжении, что могло бы быть лучше, а я вот себя не потребовал, я не сделал этого. Действительно, этого человеку нужна помощь, безусловно. И при таком очень жестком требовании невозможно вообще... Наслаждаться жизнью. Да, там никакого удовольствия, никакого наслаждения, удовлетворения, там этого ничего не будет. Абсолютно. Ну и часто такие случаи, когда некоторые родители требуют детей тех же самых, да, вот ты мог бы сделать это лучше, ты мог бы получить, вот ты вот красиво вроде бы пишешь, но вот здесь ты мог бы сделать это лучше. И вот эти все моменты, да, которые часто формируются у детей, что вот надо сделать еще лучше, надо было не 4, нужно было 5. Если 5 с минусом, это плохо, надо 5, надо 5 с плюсом, насколько это возможно. Даже если 5 с плюсом, то не будем радоваться, вот у нас впереди, там еще будет что-то. Но это ситуация, когда уже ребенок, это такое нарциссичное продолжение родителей, то есть когда родитель через ребенка транслирует свои недостатки, пытается их избежать и достигает того, чего он сам не смог. И это тоже очень грустная история. Ну и достаточно распространенная, на самом деле. Весьма распространенная, конечно. Весьма распространенная, когда родитель добиться в каких-то определенных этапах своей жизни, он таким образом пытается на своих детях, как и есть говорим. Действительно, очень часто с этим сталкиваешься. А у ребенка, соответственно, дабы оправдать ожидания своих родителей. Наверняка вы часто с этим сталкиваетесь в себя в практике. У каждого человека одна из первейших, из таких не первейших, а очень важных потребностей, это удовлетворить родителя. Да. То есть, чтобы стать любимым для собственного родителя, нужно, чтобы родитель поставил ему пятерку. Постоянно. Постоянно выбирал тебя. Это очень такая потребность, которая практически тоже никогда не удовлетворяется. Чаще всего, да. Действительно. Спасибо большое за такое глубокое, содержательное разъяснение нашим тележителям. Я думаю, это будет очень полезно каждому, где кто-то мог увидеть в какой-то части себя. Хотелось бы твое мнение, Азамат, послушать по этому поводу, по этому письму. Ситуация неоднозначная и довольно-таки сложная на самом деле. То, что человек имеет такого жесткого внутреннего критика, нужно, конечно, с этим работать, нужно постараться смягчить эти требования к себе, уже осознанно подойти, составить, может, дневник, где пишутся достижения и пишутся вот именно благодарность себе за эти достижения. То есть, каждое минимальное достижение уже благодарность человеку, думаю, научится оценить, научится смягчить как-то внутреннего критика и работать над своими достижениями. То, что, да, то, что адекватно оценивать их, а не принижать их какую-то вот значимость. Ну да, действительно, когда мы переносим это как-то на лист, и потом это зачитываем, некая осознанность включается, ты начинаешь понимать, что, да, ты достиг каких-то определенных результатов, но насколько она, естественно, эффективная данная техника, в практике вы использовали, как это? да, она эффективна на 100%, то, что записывается, оно, как бы вам сказать, то, что даже если сознание мы теряем, забываем, или же репрессируем куда-то, да, вытесняем, то это в бумаге остается, и можем вернуться, мы посмотреть на этот момент, посмотреть, как взгляд со стороны еще мы можем смотреть на это, то, что тоже немаловажно. Дульфия, вот по данной технике, которую предложил Азамат, вот как вы считаете, вот с точки зрения психоаналитической, психологии? Ну, именно в практической собственной деятельности, в кабинете я такие техники не применяю, но для самостоятельной работы, ну, домашние задания я тоже не даю, но вот когда человек не готов обращаться к психологу, или ему по душе, вот когда, ну, вот с ним работают именно через техники, вот такие, где нужно, там, с домашними заданиями, что нужно сделать, то это очень, на самом деле, эффективно, да, это на самом деле эффективно, это дает возможность человеку заметить, заметить то, что он делает. Вот эти достижения, чтобы они не канули в лету, чтобы он увидел, что он получил высший результат, что для того, чтобы получить этот высший результат, он сделал определенное усилие. И то есть заметить, что оказывается я проделал немалый путь. То есть особенно для самостоятельной работы это, я думаю, очень эффективная техника, которой не стоит пренебрегать. То есть есть люди, которым на самом деле, очень комфортно в таких письменных техниках, где нужно писать, где нужно видеть, где они воспринимают все на физический какой-то уровень. Они это воспринимают через вот эти действия. Это часто когнитивно-поведенческая терапия. И для многих она довольно-таки, знаете, им близка. Потому что они все готовы держать это у себя внутри. Да, в сознательном и бессознательном. И некоторым хочется это просто именно делать. И очень многим вот это вот делание, то есть когда они написали достижения, для них это будет очень значимо и очень полезно. Но единственный такой минус, что бывает, они сталкиваются с тем, что им нечего писать. И такое тоже бывает. Да, человек, который как автор письма говорит о том, что все не важно, ему сложно найти эти достижения. Действительно, да. Да, вот в этом и заключается такой маленький минус этого. Ну да, действительно, так оно есть. То, что человеку нужно будет для этого делать это систематически, вот как сказал Азамат, то есть начиная даже с самого маленького. Это должен быть не разовый такой приемчик, а это нужно висеть и систематически. Систематически. Да, там каждый день или каждую неделю там писать свои достижения. И тогда вот со временем, если даже в начале не будет никаких там, где будет плюсик, будет пусто, со временем все-таки... Там ее запомнится. Да, будет заполняться. То есть это тоже будет такая тренировка. Поэтому если кто соберется, это делается. Даже если в начале будет сложно, не останавливайтесь. Это со временем приведет к определенным результатам. Даже если не сразу, то со временем это будет. Главное, это тоже делать. Знаете, многие все-таки хотят, чтобы какая-то техника раз и все решила. Да, волшебной палочкой. Но это не так. Каждой технике нужно применять усилия, стараться, и это все равно такая неслабая работа. Ну действительно, если на протяжении своей жизни человек сколько лет формировался, каким-то образом он формировался из-за одной технику, там вывести эту проблему, мне кажется, это из серии фантастики. Да, вы знаете, очень легко, ну звучит очень легко, что напишите благодарности, напишите свои достижения, там хорошие стороны и плохие. Но на самом деле, когда человек с этим сталкивается, он входит в ступор. Действительно, так оно и есть. Часто бывает в кабинете, когда я говорю своим клиентам, назовите своих 10 положительных качеств. Человек просто становится в ступоре, не знает, что сказать. Что, что, а как я буду себя хвалить? Как, что, а как? А какие у вас качества? Вот какие вы? Вы отзывчивая, вы хорошая, вы добрая. Какие у вас качества? Ну да. Понимаете, мне кажется, действительно некое такое сопротивление возникает внутри человека, и человеку действительно очень тяжело. И здесь я тоже с вами согласна, потому что написать свои достижения, чего я достиг, не имея внутреннего ресурса, уверенности в себе. Проблема в том, что этот человек не считает это за достижение. Он будет считать за достижение вот то, что внутри этот критик ему подсказал. То есть для него достижением будет только, если он станет руководителем этой фирмы, а какие-то до этого... Замы. Да. Это для него будет ничто. Поэтому очень часто вот эта графа с плюсами, она остается пустой. Для этого тоже нужна такая немалая работа, чтобы обнаружить в себе эти плюсы. И очень многие, им тяжело видеть себя. Действительно. Спасибо вам огромное, коллеги, за данные рекомендации, за такие очень действительно хорошие техники, которые ты подсказал. Азамат, это действительно поможет многим людям. Зульфия, вам огромное спасибо, что немножко все-таки показали именно внутренние процессы, которые могут происходить. И все-таки у психолога за их дверьми в удобном кресле действительно многие проблемы могут решиться. Ну и последний вопрос, который у нас в обсуждении. Опять же, сталкиваемся с диванными критиками. Я часто наблюдаю, что в группах в инстаграме про свадьбу КЧР обсуждение идет свадеб. Кто жених? Кто невеста? Какие столы накрыты? Как сидеть невеста? Как она улыбается? Меня волнует только одно. У меня скоро свадьба, и я бы не хотела, чтобы так же прописали про меня. Как мне быть в этой ситуации? Видно, что человек понимает, что, возможно, действительно диванные критики и до нее доберутся каким-то образом. А сейчас всем известно, что свадьбы действительно очень часто транслируются и в тех же самых ресторанах, где проходят эти свадьбы, и группы есть, да, действительно. как мы можем помочь автору письма? Ну, такая очень такая простая рекомендация это попросить не выставлять фотографии. Самая простая и банальная, наверное, это ограничить это и для ресторанов, и попросить близких родственников не выкладывать в социальные сети фотографии, если человек хочет оставить этот день только для себя и для своих родных. Да, но, к сожалению, мне кажется, все равно находится кто-то, кто может пренебречь просьбой и все равно каким-то образом эти фотографии просачиваются и действительно обсуждения бывают не очень приятными. За этим, конечно, очень много чувств комментаторов, о которых мы вообще сегодня говорили, вот и о критике, о зависти, и о злости, о том, что они свое проецируют и единственная возможность себя от этого уберечь, это либо не реагировать, понимая, что каждый видит то, что он хочет видеть и себя обезопасить тем, что ограничить доступ к фотографиям. Определенно, да, но в любом случае, мне кажется, это может быть ограничение со стороны тех же самых ресторанов, сказать, не выставлять таким образом, но гости, которые приглашены, кто-то обязательно выставит эту фотографию с невестой или же без, всех не предупредишь, мы прекрасно понимаем, что у нас свадьбы собираются не менее 150 человек, и, соответственно, кто-то в любом случае это где-то будет транслировать, поэтому здесь как бы действительно нужно либо работать над собой в таком случае, потому что с этим можно столкнуться, это может быть и не сейчас, через какое-то время, да, человек может выставить эти фотографии, и действительно очень часто, да, наблюдаешь, что какие-то негативные комментарии, да, те же самые, вот, часто сталкиваюсь в ресторанах, да, смотришь комментарии, ой, да, она вышла замуж, а кто, что, кто жених, всем так интересно, все действительно так и есть, опять же, возвращаемся, человек живет виртуальной жизнью, человек там расщепляется каким-то образом, и, конечно, хотелось бы, да, дать рекомендации, что по возможности минимизировать, да, вот эти риски все, возможность есть предупредить своих родных, близких о том, чтобы никто не выставлял эти фотографии, если хочется оставить день для себя. Ну, действительно, комментаторам нужно понимать, что этим комментаторам ну, никогда не угодишь, абсолютно, да, улыбаешься, не принято, не улыбаешься, что такая грустная, значит, там что-то не так, там обсуждают внешность, обсуждают платье, да, обсуждают абсолютно все, и там, знаете, тоже происходит такая битва, кто-то за, кто-то против, но без битвы не проходит, поэтому единственное, ну, как бы нужно быть готовым к тому, что это будет, и принять, что то, что они говорят, это не про невесту, не про жениха, а это про тех, кто комментирует, как бы, как я говорила ранее, комментаторы, они всегда такие моралисты, они про справедливость, как будто бы, они пытаются всем доказать, что вот... всех научить чему-то. Да, всех научить, и я думаю, что в данном случае, когда вот именно торжества такие обсуждаются, по большей части за этим стоит очень много зависти о том, ну, каждый может завидовать чему-то разному, как бы, да, мы не знаем, к чему именно, но по большей части это именно так. Как бы, я пару раз с этим сталкивалась, с такими комментариями, наблюдала, точнее, сталкивалась и наблюдала, и обратила внимание, что такие очень простые фотографии, они всегда сопровождаются просто пожеланиями любви и счастья и всего прочего. то есть сделала вывод как психолог о том, что когда люди не видят того, чему они завидуют, они пытаются быть хорошими, то есть желать счастья, любви и так далее, а уже такие более торжества, в которых они более, скажем так, современные, более денежные, назван так, более красивые, там, где очень стараются, да, там, и удивить, и накормить, и показать. В такие моменты, конечно, такой критики не избежать о том, что как будто бы как можно это делать. И вопрос, конечно, критикам, да, ну, оставьте им возможность, если они этого хотят, оставьте, как бы им тратить столько, сколько они считают нужным. То ставьте им эту возможность. и как бы тут же эта возможность комментаторов переживать, это чувство, что у других возможностей может быть намного больше. Поэтому с завистью придется каждому комментатору оставаться одному. Несмотря на то, что он это напишет, оставит это в сети, он останется со своим чувством, оно никуда не денется, он останется с тем, что он этим недоволен. каким-то определенным, да, образом. Спасибо большое, Зульфия, за ваш витальный разбор. Хотелось бы тебя послушать, Азамат. Согласен с нашей коллегой, что это в первую очередь про зависть, про такую черную зависть, можно сказать, на бытовом обиходе. То, что эти критики, они такие моралисты, когда элементарно происходит, то, что я слышал, опять же, не видел, то, что жене с невестой в каких-то современных свадьбах, они много фотографируются вместе, именно вводят из себя таких критиков, то, что они улыбаются, опять же, такие веселые моменты, что-то делают, такие фотосессии. Опять же, мне интересно, то, что они, вот эти критики, они в жизни такие, как они преподносят себя в комментариях. Я сомневаюсь, на самом деле, мне кажется, больше это есть. А вторую вот этого письма, я порекомендую, не слушать их, а заняться собой, то есть не слушать чужое мнение какого-то абсолютно неизвестного человека, а заняться собой. Если чужое мнение так волнует, то заняться самооценкой, думать о себе. Да, мне кажется, еще тут актуально было бы обратить фокус внимания на то, что есть ли свадьба, к этим хлопотам поближе подходить и, соответственно, тем самым у человека фокус внимания немножко будет перемещен у человека. Ну, хотелось бы, наверное, резюмирующие какие-то рекомендации от вас по этому письму. Ну, автор будет, наверное, наслаждаться этими хлопотами и этим прекрасным днем, пожелания счастья, конечно же, не обращать внимания, потому что всем действительно не угодишь. Это важно, чтобы было хорошо автору и избраннику или избраннице, и близким и родным людям. Самым близким это родителям, то есть у вас есть круг, на который вы опираетесь, с которым вы советуетесь, и вы можете к ним прислушаться, а то, что происходит снаружи, вы можете подготовиться к тому, что это будет, и оставить их чувства им. Прежде всего, спасибо большое, Зульфия, очень такие теплые пожелания, такие домашние, за круглым столом, дома, с чаем, да. Азамат, хотелось бы от тебя послушать тоже какие-то рекомендации по данному письму, чтобы можно было как-то применить в своей жизни человеку. Рекомендации такие, что, ну, не обращать, опять же, не обращать внимания на такие письма, и не отвечать никоим образом, и оставлять вот этот, тот посыл, который оставляют вот такие, ну, скажем, хейтеры, оставлять им же, то есть как они отправляют сообщение, то не принимать, и чтобы это сообщение оставалось у них же. Спасибо тебе огромное за мать, действительно, рекомендации наших, моих коллег где-то в чем-то похоже, и я считаю, что это верное решение. Я благодарю вас за то, что сегодня за нашим круглым столом мы разобрали эти письма, дали качественные рекомендации. Спасибо Зульфиям, спасибо Азамат. С вами мы не прощаемся, всего доброго. С вами была программа Острый Вопрос. Сегодня за нашим круглым столом мы разобрали кто же такие диванные критики и что им движет. Дали свои профессиональные рекомендации с моими коллегами. В следующем эфире будет не менее интересная тема, которая требует вашего внимания. До встречи в эфире. Редактор субтитров